всем привет ну я регулярно просматриваю сообщение которое присылает пользователи и в частности александра вот прислала мне скажем так такую вот просьбу значит вот у него skype имеется скопируем человек просит с ним связаться ну давайте попробуем поиск контактов ставить искать справочники вот такой вот есть ну я нажимаю добавить контакты но и могу в принципе ему сразу и позвонить ну очевидно человек залит тут ничего не поделаешь что ну подождем значит единственное что я сделаю я заведу его а вот у меня звонивается здравствуйте как вас зовут алексей или александр ну давай давай в окошке сообщением напечатать можно или как ну хорошо подожди подожди да не парься сейчас я заведу подожди не через нет ничего так сейчас я у себя тимку открою александр я вас вижу значит да да я вас вижу да нормально все давайте мне свой длинный пароль я сейчас его заведу и посмотрим да не парьтесь лучше да давайте словами потому что тут больше время потеряете давайте во первых длинный айди девять цифр так 1 секунд давайте короткий пароль захожу так ну вот сразу что могу сказать что вы находитесь на 32-битной сборке от сергея тимченко то есть у вас система 32-битная правильно я правильно говорю я правильно говорю у меня практически все мои сборки они 64-битные да все нормально александр включайте камеру я буду делать видеоролик и пусть люди в живую посмотрит как там какие проблемы решаются ничего такого думаю низко не скромного нет а а вот у вас в скайпе значит такой значок камеры и он перекрещенный вроде бы как ну как отключена если вы на него нажмете то она снова включится во все нормально чтобы я как говорится вас видел и нормально с вами занимался значит о своей проблеме ну вот я сейчас на своем экранчике я вижу что у вас а так вы находитесь на флешке все понятно вот саша вы мне вот скажите так вот по чесноку а вы когда-нибудь вот такую возможность в индии видели чтобы человек находясь на флешке мог связаться допустим с другим человеком черт не знает откуда вот я в англии живу и чтобы мог допустим ну просто попросить там у совета там помощи и так далее вот что такое подобное на везде вы видели слышали или как то есть то есть то есть вот я еще раз хочу вот для пользователей линукса вот показать представляете крохотуля, там флешка сборка на ней занимает 2-3 гигабайта не больше вот я вижу вашу флешку потому что вы через флешку на меня вышли вот у меня конкретно написано, сейчас скажу root 21% 214 мегабайт используется, а всего там чуть ли не 1 гигабайт только всего и это флешки, которые сделал мой очень хороший и уважаемый мной товарищ мой Сергей Тимченко именно у него на сайте на Меге все сборки по 32-битной сборочке давайте решать вашу проблему значит первым делом а вот смотрите значит первым делом значит что мы сделаем мы сделаем диагностику вашего жесткого диска как это дело сделать нужно значит вот сюда зайти в менюшки и в менюшке ну наберем о господи так сейчас наберем джепэ джепарт я хочу запустить вот вот это программулина она какое-то время нам понадобится поэтому я пока добавлю ее на панель а потом когда уже не нужно будет вы ее уберете вот она видите да заводите пароль но если юзер так заведите юзер ну он стоит в американском языке поэтому усер заведите и нажмите так и нажмите дурацкое словечко придумали аутентифицировать это же какие извините меня идиоты от русского языка вот такое могли придумать да уж любому русскому человеку уже сто лет уже известно что окей и есть окей ну и написали бы окей и нахрена такие длиннющие кнопки делать понять не могу или это выпендрешь или еще что-то давайте короче ладно бог с ним давайте смотреть и значит диагностировать что так ага так я вижу что значит основная у вас система расположена на втором разделе жесткого диска ну там 100 гигабайт она занимает значит а вот это вот огромнейшая у вас как говорится кладовочка и вот я вам предлагаю так я всегда являюсь врагом скажем всяких революций вот во первых давайте обзовем вашу винду нормальным как говорится русским языком вот здесь вот я напишу так W что у вас стоит семерка десятка восьмерка вот я и напишу Windows 10 все нажмем сюда и нажмем на волшебную кнопочку исполнения желаний вот применить и пусть она переделает этот разделчик чтобы вам самому потом было понятно значит что там как не надо вот я вам хочу вам еще раз сказать никогда вот не впадайте скажем так в крайности может быть вам она через полгода понадобится ну и что ради этого опять геморрой ее оставить да ничего подобного вернетесь к ней мы ее в менюшку включим в загрузки и вы сможете как говорится и с нее грузиться и с мента Алексей уговорил да я понимаете как от от форточников я поймел очень массу как говорится там всяких как бы это сказать критических замечаний что вот вот вы считаете что вот Linux лучше а вот мы считаем что Windows лучше я вам говорю что что мне по барабану вы работаете в той среде в которой вам нравится нравится работать в Windows Нравится работать на линуксе Ну работайте вы на линуксе Ну кому какая разница Нравится работать на двух операционных системах Работайте на двух А кто вам помешает Вы Конечные пользователи Вы определяете что у вас должно быть Кто вам может Изменить ваше личное мнение Да никто Не я не господь бог Это только лично вы решаете Вот и все Ну вот допустим Помочь Человеку сказать что допустим Не тропись Места у тебя на диске Предостаточно Оставь пока и пусть оно себе Как говорится там Лежит как говорится и не парится Вот так У меня значит Что то очень Этот дружочек Не хочет там не двигаться ничего Пишет в зависимости от вида операции А вот ну наконец то Закрыть Ну вот Теперь вот посмотрите Теперь для вас Сказать просто по русски даже Понятно что вот этот раздел У вас занят десяткой Причем десятка заняла Очень у вас скромное место Буквально там 10 гигабайт И столько то свободно Видно да Ну вот Теперь значит Что мы начнем Как говорится с вами Вытворять И так далее Первым делом Сначала я хочу посмотреть Какая у вас Имеется значит Система МСДОС Ну в принципе Меня это вполне устраивает Я в принципе Хоть меня и критикуют За то что я там Ретроград И мне нравится Старье И все значит Рекомендуют там Департит Департ А мне вот Ну нравится Мне МСДОС Ну и что Ну вот Ну убейте меня за это Да Так вот смотрите Давайте посчитаем Наши резервы То есть у вас Свободно Это 200 гигабайт На Значит Вот на этом разделе Раздел СДА1 Вот я его подсветил То есть всего 500 Вы там уже Накидали всякого хлама На 267 Но у вас еще есть 232 Вот И давайте Посмотрите-ка Вот сюда Я нажимаю Значит Изменить размеры И давайте-ка Вот так вот На вскидочку Где-нибудь мы И оставим вам там Задел Нет-нет Что я делаю Я объясняю То есть я только Уменьшаю Размер Вашего раздела СДА1 Это скажем так Ваша кладовочка Windows И на нем И на нем еще остается Вот видите Белый То есть еще Еще остается Пространство А вот Все остальное Мы оттуда Мы оттуда Откусываем Вот Значит Будет вот такой Вот кусочек То есть Все данные На нем Останутся Плюс еще И Вот Белым цветом Отмечено Что еще Тогда вы там Можете закидывать А все остальное Значит Мы пишем Значит Вот Таким образом Нажимаем на кнопочку Изменить И Нажимайте теперь Сами На волшебную кнопочку Исполнения желаний Теперь вы у меня же Как говорится Да Да Абсолютно правильно Применить Александр Вот смотрите Вы поняли Как это просто То есть Вот Мы Не вредим Тому Что там Было сделано Мы Ничего там С ним Особо Не творим Мы просто От него взяли Отняли Ненужное место Свободное И Вот Потом Это место Мы уже Разметим Под Linux Mint В соответствии Как говорится Уже С нашими Там Десятка По крайней мере Осталось А вот В этой Неразмеченной Области Мы сейчас Все таки Создадим Расширенный Раздел Но я хочу Чтоб она У тебя осталась Потому что Я уважаю Чужой труд То есть Ты Ставил Ты Настраивал Кой хрен Как говорится Братья Уничтожать Все это Дело А будешь Переставлять Будешь Ну у тебя Для нее Будет место Вон 100 гигабайт И бери Переставляй Хоть сто раз По крайней мере Место Для нее Будет Выделено Так Нажимаем На клавишу На волшебную А вот здесь Сейчас Под моим Скажем Чутким Руководством Будешь Создавать Раздел Нажимай Закрыть А как А как А как А как Ты думал Не боги Саша Не боги Горшки Обжигают Вот смотри У тебя Этот раздел Подсвеченный В 88 Гигабайт Вот по нему Правой кнопочкой Мышки Кликай Правой Новый Левая мышь Так И вот здесь Давай-ка Сделаем так Я думаю Тут Тебе Со всеми Твоими Прибамбахами 30 гигабайт Хватит За глаза И за уши А 30 гигабайт Умножить На 1024 Это Давляю Вот сюда Вот 30 720 2.0 Да Перескакиваешь Сюда Нажимаешь Вот здесь Вот Наша Любимое Расширение Которое И винду Понимает И как говорится Обе системы Потому что У тебя Как говорится Будет Две системы Операционных И нажимай На волшебную Кнопочку Исполнения Желаний И рыбку съесть И на елку Влезть Да Вот Теперь я вижу Что на втором Жестко Есть Да Дать файл Подкачки Поскольку Ты сказал Что у тебя Оперативная память Не больше 2 гигабайт Значит 1024 1024 Это будет Ну даже Посчитаем На 3 гигабайта Это будет 24 на 3 72 3 72 Так Хорошо Хорошо Давай Пойдем Вот сюда Вот Гипартед А Ну вот Значит Вот здесь Вот Создадим Разделчик Размером 1024 Множить на 3 Это будет У нас 372 Пиши 3072 3072 То есть я Рассчитал тебе Файл подкачки Вообще Как говорится На В расчете На Так Вот Вот Linux В Файл подкачки В расчете На 3 гигабайта Вот То есть Практически Мы взяли Тебе А вот Оставшееся Пространство Вот У тебя еще Осталось 55 гигабайт Вот Теперь Делай В нем Разметку Значит Как Extension 3 И делай Его Home Новый Да Extension 3 Да А здесь Напиши Home Home Me 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 Ну вот Все Добавить А тут Почему 0 стоит А потому Что Оставшееся Пространство Мы Все Полностью Да Добавить Добавить И да Кнопочка Исполнения Желаний Желаю Всем Нам Чтобы У нас Такая Была Кнопочка В жизни Которая Работала Бы Это Было Неплохо Нажал И Все Сработало Да Это Будет И Динда Десятка Будет Видеть И Линус Будет Видеть Это Вот Мы Сейчас Поставим Линус Ты Перезагрузишься Выйдешь Уже Со мной На связь Жесткого Диска И Мы Тебя Настроим Загрузчик Меню Чтобы У тебя Была Видна И Винда И Линус А Потом Уже Как Говорится Сиди И Выпендривайся Как Говорится Твоей Душеньки Будет Это Самое Ну Ничего Скоро Ему Будешь Как Говорится Позатыльника Давать За Его Тупость Потому Что Будешь Линус Лучше Знать Чем Твой СМ Вот Смотри Разметку Мы Сделали Сейчас Абсолютно Правильно Теперь Закрывай Джепартед И Иди На Систем Баг Закрывай Джепартед Так Здесь Здесь В меню В поиском Окошке Набери Три Буковки С Й Й Й Й Й Нет Й Систем Баг Теперь Дальнейшую Процедуру Ты Уже Знаешь Давай По новой Заводи Значит Своё Имя И Фамилию И Всё Остальное А потом Мы Уже Начнём Как говорится Нормальную Установку Говорят Не так А вот Смотри В Англии Они То же Самое Называют Вот так Лап Колени А топ Это Наверху Колен Лаптоп Это Наколенник Смысл Один и тот Же Что Ноутбук Что Лаптоп Ну У нас Называется В Германии Называется Лаптоп Лаптоп Где находишься Ух ты В каком городе Саш Бремен Ой Знатное местечко Помню Был в фильме Великолепный Мультипликационный Бременские Музыканты Они На каждом углу Стоят Актер Где у нас У меня Что-то Тоже Вон Какой-то Белое окошко На экране И я Ни черта Не вижу Ну давай А вот Появилось Наконец-то Ну Давай Значит Ты помнишь Какой мы С тобой Разделчик Сделали 30 гигабайт Вот на него Встань Да И теперь Вглупи-ка ему Корень И пусть он Только попробует Отказаться И зеленую стрелочку Нажми Вот так Вот Теперь Встань На разделчик Своп Ниже Следующий Да Точку монтировки Ему сделай Маунтпойнт Ему сделай Своп В самом низу Да И тоже Зеленую стрелочку И встань Теперь На следующую На Хоум И Вглупи-ка ему Точку монтировки Хоум Хоум Да И тоже Вглупи ему Вот Так вот И теперь Голубчики Никуда Вы от нас Не денетесь Нажимаю В правом Нижнем углу На Кнопочку Next Нет Да Следующий Старт И здесь Мы запишем 16-22 Там 35 Где-то Вот так Вот Сейчас Мы только Вызовем Редактор Так Редактор Будет Вот так Вызываться Да По барабану Это Скажем так Ради Спортивного Интереса Напиши Здесь 16-22-35 16-22-35 16-22-35 Черточка Там Или точка 22-35 Ну бог с ним Ну вот И Значит Следующий Да не надо Ничего Не надо Сохранять Наоборот Мы Не Мы его Потом Закроем Файл Файлик Нужен Просто Посмотрим Звук Будет Времени Ставиться Да и все План Дальнейший Будет Какой Значит Когда Сборочку Поставим Значит Ты там Или я Нажмем на кнопочку Выключения компьютера Компьютер Выключится Когда компьютер Полностью Погаснет Вытащишь Флешку И Стартуешь С компьютера По идее Linux Mint Цинамон Должен Запуститься Автоматически Зайдешь Туда И со мной Свяжешься По скайпу Дашь мне Ты все Это будешь Видеть У меня Я на рабочем столе С тобой На скайпе Разговариваю Ну Ради Бога Значит Да Дашь мне Пароли От TeamViewer А это кстати Очень хорошо Что я буду Видеть Потому что Иногда Всякие Нюансы Бывают И это Просто Замечательно Вот И затем Мы тебе Сделаем Окончательные Значит Настройки Под твой Город музыкантов Бремен Там Погоду Подстроим Там Часовые Пояса И Как говорится Пользуйтесь Себе На здоровье Кстати Сергей Вот Тимченко Который Вот эту Вот сборку Сделал Он Администратором Является Значит Сейчас Нашего Совместного Сайта То есть Я потихонечку Из блога Перебегаю На сайт Да Так Мало того Ты понимаешь Я Я Я Я Ну 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 Допустим Блог Алексей Романов Ну Ну Надо Сломалась У Романова Или попал Он в Турму Ну И Чё И Всё А так Сайт В сайте, значит, автора видеороликов А у меня уже За неделю существования сайта Уже появилось очень Три хороших Автора видеороликов То есть не один я такой Прекрасный, а вот люди, заходите Смотрите, автора видеороликов И смотрите любого Да ради бога Да не только Ты можешь и по Винде писать и по Маку Просто Блог-то делался в основном, конечно, для любителей Линукс, но допустим Юрий Шатохин, он Скажем так, форточник Он Линукс только начал изучать Ну У него хорошие Видеоролики Человек он серьезный А что это мы будем людей Отбрасывать? Да ради бога Дали ему место, пусть он Там, как говорится Публикуется и И ради бога Он вообще просто-напросто умный Скажем так И нормальный человек То есть Я посмотрел Я его Ну я не скажу, что я все его видеоролики Смотрел Но То, что, как говорится Я смотрел его видеоролики Абсолютно, скажем Нормальные видеоролики То есть человек Говорит По делу По теме Скажем Все Нормально Ну Нашему человеку Очевидно И нужно так Чтобы Разживать Ну а куда деваться-то Ну Ну ты пойми Я Начинал Блог Когда для себя Я просто Ну так думаю Ну буду Выкладывать ролики И там Рассказывать Там Для близких друзей Там Там Как Что Чего Роликов там Что к 10-20 Сделал Мне тут Это самое Стали А можно мы там Твои ролики Там уже Для открытого просмотра То есть я вначале Сделал И вы Это самое Ну Как это Приватными То есть Только близким друзьям Посылал Они говорят А тут чего Фигню занимаешься Давай Говорит Публикуй Для общественного просмотра Я думаю Ну Ну ладно Попробую Ну Я не считал Что тема Допустим Для России Там Для русскоязычных Вообще Актуальная А оказались Что Людям интересно Что Значит А другие Мне пишут А мы Видеоролики Смотрим Как сериалы Блин Думаю Ну Санта-Барбара Нарвался Тоже Мне Ну Я тут Знаю Раз Новый У меня Отмечаются Подписаны Ну Так Мне Написал А я На ваши Ролики Подсел Думаю Ну Дрын Тогорел Для того Что Я их делаю Чтобы На них Подседали Я просто Рассказываю Там Олимут Как там Чего Ну На чужой Лоток Не накроешь Лоток Скажем так Давай Это тебе Будет Дорого Стоит Так Сейчас скажу Литра Литра Белая Литра Крас Ты Устраивает Я Я Я В курсе Я В курсе Я Стоит У меня Два Компьютера Так что Я Это Без проблем Я Пое Видео Включу За три секунды Переделываем Сась Да 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 Там Просто Это Ударить Английский Нет Просто Добавим Немецкий Да И все Английский Я тебе Рекомендую Оставить Почему Потому что При установке Большинства Программ У них Иногда И очень часто Идет Менюшка На английском Поэтому Английский Ты Оставь Ты Не пользуйся А пользуйся Допустим Немецким Русским Ради Бога А английский Поставь На третье место Но не удаляй Пригодится Да Потому что Ты обратил Внимание Что процентов 90-95 Всех Программ И в винде И в линуксе Они Установщики И все это Они идут На английском языке Поэтому Оставь Он у тебя Чего там Много места Не займет Этот Языковый Значок Как говорится Флажок Пригодится Пригодится А все Остальное Настроим И у тебя Будет Чики-буки 22-25 А сейчас Нет Уже Побольше Но Сергей Он человек Очень такой Тщательный Я когда с ним Столкнулся Он Предложил мне Что Свои 32-битные Сборки Сборки На Меги Дал Ссылочку Я Его Сборки Потестировал Ну Ты понимаешь Ну как говорится Я делаю Сборки И он Делает И я Могу Качество Оценить У Сергея Сборки 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 Ну Ну Давай Давай А я Сейчас Нажму На Выключение Компьютера Ну Что-то Что-то Вижу Да Вот Нажимаю Выключить Практически Лучшего Ты не добьешься Оставь Как было Вот Да Нормально Вот Когда Полностью Он Выключится Тебе Нужно Будет Вот Когда Полностью Экран Черным Станет Нужно Будет Вынуть Флешку Вот Я Лучше Тут Есть Сниму А На Два И Запаха А Я Сейчас Тут Повозил Повозил Немножко Думаю На Десятку Перейду А Записывай Пишешь? Да Да Пят Один Шесть Четыре Шесть Девять Семь Шесть Девять Давай короткий пароль Трис 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 Шесть Все Неладно Хорошо Хорошо Просто Сборка Не моя Сергея Мне нужно Посмотреть Где у него Находится Сейчас Подожди Подожди Так Так Видео Открою Открою Сможем Ползе Делаем Что-то Ничего Не пойму Так он Свою сборочку Его и не ставил Мамма миа Ну ладно Да не надо В гугл Лезть Подожди Сейчас Попробуем А я еще хотел Чего спросить Вот Например Я хочу Дарить Мазила Как Нигель Ева Ну Рисуль Одно И делает Так Заводи пароль И нажимай Enter У тебя Какой Единица Или девятка Ну Заводи Девятку И нажимай Enter Ну И жди Ну Ясно Понятно Чего Там Это Самое Сейчас Подожди Придумаем Ладно Давай Сначала Поставим Вот Это Вот Поставим Обж Ссылочки едут Давай подождем 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 Ну и зачем удалять У нас была возможность Мы взяли аккуратненько Отщипили небольшой кусочек для минта Поставили минт Ну оставили твою винду Вот и все Отщипнул кусочек, да? Да Да Ну по крайней мере Винда Уже загрузилась Да Уже загрузилась Сейчас я на эти жесткий диск Так Ну давай посмотрим Значит Что у тебя С виндой Ну вот смотри Вот Видишь у меня один только А Ну понятно Винда Значит Значит Я Вижу 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 Броузер нужно открыть Открывай Да Яндекс Я думал Новый план Опять Вот все А вот Программы для винды Нет Программы для винды Нет Программы для винды Открывай 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 Архиватор Здесь 12 Скоро тебя сбыл Чтение разделов Линукс Вот У тебя сразу Скачать В правом нижнем углу Нажми Там где написано Все скачанные файлы В правом нижнем углу Да Пускай Закачивается Пускай Показать в папке Закрывай браузер Я ставлю Я ставлю Я ставлю Правой кнопкой мышки Открыть Или Чтение Открывай Линукс Ридер По нему Кликни два раза Ридер Ридер Запустить Да Да Запустить 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 Согласен Установить Согласен Не нужно во время процесса Делать лишних телодвижений А? Думаешь? А я всегда делаю А потом у меня и Глючит, да? Конечно Пускай спускаем Финиш А жалости не надо? Не надо Ой, ну что что-то такое-то Доктор какой-то Так А тут все разделы? Здесь видны все разделы Значит, вот эта программа Она помогает А вот эта у них как бы рекламка Сейчас мы ее удалим нафиг и все А где на ту, которую мы скачали Прямо где-то, где-то, где-то Не вижу Вот это вот, да На работе столы можно Вот при помощи этой программы С винды ты можешь видеть все разделы своего жесткого диска Значит, и виндосовские вот И даже вот линуксовские Понятно, я говорю, или нет? Там понятно, я понял Так Так Еще у тебя вопросы какие-нибудь есть или нет? Не знаю А это Так, а вот отсюда не будет видно, да? Откуда? Вот отсюда Отсюда нет Потому что винда, она одноглазая Она видит только саму себя, любимую и все Да не надо ничего, просто вот возьми и закрой Нет, нет, я говорил, он у меня отсюда, чтобы подоложка сделать Ну, для этого тебе нужен будет Акронис Да, да Ну, давай запускай Акронис и отстегивай Да, ладно Это я умею на десятки Все, спасибо Ну, ладно, пожалуйста Ну, по крайней мере, меню загрузки у тебя работает Две операционные системы загружаются И винда теперь у тебя видит разделы линукса Ну, теперь вот эти ты не встречал Ну, у тебя на рабочем столе теперь ярлычок, пожалуйста Ну, что-нибудь еще, или у тебя все нормально, типа? Все, вопросов нету Я еще положу, там, вот, твоей программе Ну, все, давай, Саша, удачи тебе, желаю Спасибо Пожалуйста